За последние пару десятилетий цифровая фотография почти повсеместно вытеснила привычную. Однако сам процесс фиксации разных моментов жизни, образов, событий не утратил своей актуальности. Об эволюции фотографий наш следующий сюжет. Каждый из нас ежедневно что-то фотографирует на свои телефоны, пытаясь запечатлеть чудесные моменты своей жизни. Но не всегда это удавалось с такой легкостью. Впрочем, убедитесь в этом сами. Экспозиция, показывающая эволюцию фототехники от 19 века до наших дней, и редкие камеры завораживают. Сразу же становится интересно, а как люди фотографировали раньше? Ведь для таких технологий, которые существуют в наши дни, у людей не было возможности получать снимки здесь и сейчас. Это могло занять несколько часов и даже дней. Мы работаем уже почти пять лет. И с самого начала проект задумывался как музей не для фотографов и не про фотоаппараты. То есть была идея познакомить людей системно, интересно с этим явлением, с которым мы живем уже почти 200 лет, с таким вот явлением, как фотография. Помимо экспозиции в музей можно посетить лекции и мастер-классы, где посетителям рассказывают и показывают секреты искусства фотографии. Такое творчество доступно как для взрослых, так и для детей. Потрясающе. Мы приехали в Тверь, так одним днем просто погулять, походить, посмотреть. И вот с улицы зашли. Ну, мы не то, что сказать, там, прям интересуются фотографией, но такое есть, как этому, такое влечение к старине. Не знаю, зашли, потрясающе просто. В общем, в восторге. Вместе с этим у каждого посетителя есть возможность окунуться в старинную эпоху с помощью съемки на винтажную фотокамеру. Получить снимки вы сможете прямо на свой смартфон, который оставит красивые воспоминания. Попали на мастер-класс прекрасный. Просто самостоятельно сделали фотографии на память. Очень под большим впечатлением. Все очень понравилось. Музей фотографии «Искра» — уникальное место, которое работает ежедневно. Там вы сможете отдохнуть от суеты, погрузившись в историю фотографии, изучить новые приемы и даже попробовать самим сделать кадры.